значит далее мы уже подготовили радиатор с термопастой парусов по поводу термопасты использую кпт-8 термопасту она наиболее доступна получается да и по цене на более приемлемая я использую ее но хочу сделать оговорку то есть по поводу выбора термопасты вопрос открыты постоянно все поэтому вопросу спорят как бы в интернете да вы можете использовать любую другую термопасту кпт-8 конечно она самая простая имеет самого как бы небольшую теплопроводность по сравнению с более дорогими аналогами поэтому если вы хотите более эффективного охлаждения используйте более дорогую термопасту еще во многом это все зависит от того где вы именно используете этот манер то есть как вы именно охлаждать если у вас охлаждение достаточно эффективно и температура теплоносителя у вас устанавливается на уровне там как бы невысоком да там 40 50 градусов может быть максимум да то есть тогда можно использовать кпт-8 если вы уже хотите температуру теплоносителя в вашей системе более как бы повыше дату вам надо более эффективную термопасту использовать я допустим вот ну вот этот конкретно манер которая сейчас собираем у меня будет охлаждаться проточной водой дальше покажу и и ну так как проточная вода у меня постоянно будет забирать тепло достаточно эффективно то кпт-8 будет вполне достаточно для моих конкретных целях для вас этого может быть недостаточно если у вас какая-то более высокотемпературная система будет предусмотрена поэтому буду выбрать термопасты вопрос остается для каждого открытым так далее мы подготовили плату что нужно было сделать нанести небольшим слоем термопасту и вот эти отверстия резьбовые прочистить чтобы их было видно а также вокруг отверстий и по краям платы немножко термопасту убрать чтобы ее меньше выдавливалась в отверстие да и краям тоже соответственно плата у нас уже подготовлена берем тоже было ну изначально она конечно должна быть чистая у меня там уже была термопаста она в принципе достаточно такая живая я решил полностью не счищать отсюда оставить небольшим слоем я думаю это способствовать лучшему контакту немножко разорвляем вот и значит на вот этого делать надо конечно пачкать плату опять потому что опять придется отмывать и значит что мы делаем мы совмещаем самый тонкий такой момент надеюсь что на камеру там будет видно мы как правило и не совмещаем отверстие до в этом блоке и на плате прикладываем аккуратненько потом чтобы отверстие были совмещены как что пути на у нас так лежит сейчас какие-то места которые мы запачкали время монтажа можно еще дополнительно да еще забыл сказать выбор термопаста еще чем обусловлен допустим я почему еще беру кпт-8 она кремнии органическая да правильно так сказать и не является токопроводящий то есть паста не проводит ток при монтаже значит водоблока ну и в принципе даже обычного воздушного радиатора если вы будете менять термопасту вас любом случае через вот эти отверстия выдавится какое-то количество термопасты ну там уже насколько вы намазали ее обильно или нет будет от этого зависеть с какое количество выдавится очень часто вот я предыдущем видео вы же видели да сами что ее выдавливают прямо сюда вот уже на чипы и там по сути перекрываются контакты этой термопасты и поэтому если вы будете использовать термопасты более дорогие они обычно идут уже с вкраплениями металлических частиц да для лучшие права теплопроводимости они будут только проводящими имейте это ввиду и соответственно более внимательно нужно будет относиться к этим от излишкам вплоть до того что даже надо будет собирать потом разбирать ну собирать прижимать винтами потом разбирать и и вычищать это все потом опять собирать ну как показать практика но все равно выдавливается там и тут надо быть внимательным конечно паша может если там замкнет термопастой майнер может потом не работать или даже сломаться есть такая вероятность так мы убираем излишки теперь у нас уже подготовлены подготовлены уже сейчас я принесу водоблоки с термолентой вернее как термолента наклеена на плату подготовлены водоблоки которые мы сейчас будем устанавливать заранее мы берем крепеж до наш который у нас был уже снят с родных радиаторов немножко нужно очистить обратите внимание что у нас есть два вида винтов на стандартном нашем крепеже то такие вот которые с длинным с длинной резьбовой частью а также вот есть у нас винты которые с короткой резьбовой частью да из более длинной вот этой части утолщенной то есть это то о чем я говорил есть винты которые центрирующие получается есть винты которые крепежные можно так назвать на наверно соответственно их нужно не перепутать когда вы будете производить монтаж нужно внимательно смотреть где какие винты а а а а так ну пока хватит вот теперь самый такой ответственный момент мы берем смотрите тоже внимательно то есть есть у нас короткий до радиатор есть длинный мы берем наверх если только водки радиатор и аккуратненько имеем ввиду что мы как только прижмем он приклеится у нас и потом его придется отдирать поэтому желательно попасть первого раза то есть тут нужен свет однозначно и и вот мы просто совмещаем визуально одно второе и так далее отверстия они все у нас в размер выполнены поэтому если мы правильно совместим два или три отверстия то у нас все станет и аккуратненько опускаем значит это дело все но сильно не прижимаем пока что то что все равно она немножко сюда отцентрировать и значит далее смотрим у нас в отверстии да ну как бы как и в родном радиаторе воздушном такие водоблоки в нашем мы смотрим что некоторые отверстия там внизу уже в глубине выполнены большим диаметром где-то там пятерочка а некоторые имеют меньший диаметр троечку то то есть наши винты где пятерочка у нас соответственно у нас с удлиненной толстой части винта да из более короткой резьбовой то есть вот это вот тоже диаметр 5 миллиметров наружная она заходит в это отверстие там которая в глубине тоже 5 миллиметров и соответственно центрирует сам радиатор поэтому там мы используем такие винты если у нас мы видим отверстие маленькой 3 миллиметра внизу соответственно мы используем винт такого плана то есть с длинной резьбовой частью не путаем потому что это влияет на качество сборки пока что сильно не затягиваем только чтобы чтобы винт у нас схватился на резьбу и вот третий на свинтик вот а далее уже можно устанавливать обычные винты которые по резьбе идут так отлично теперь аналогичным образом мы устанавливаем второй радиатор более длинный то же самое смотрим совмещаем отверстие отверстие и опускаем пускай радиатор на термоленту то же самое вот у нас центрирующая первое все схватилось у нас на резьбу так видимо недостаточно я вытер подготовил то берем еще один винт очищаем его термопастой так отлично еще один на 31 с у нас получается три винта по каждому ряду идут центрирующие и два винта два винта у нас идут обычные крепежные на каждом ряду соответственно по сравнению с родным радиатором по последние винты мы не не используем под них в принципе даже не сделано у нас отверстие не сделаны об этом я говорил в предыдущем видео так в принципе все наживили мы все винты теперь мы вручную отверточкой занимаемся подтяжкой то есть винты у нас отпружинены если честно инструкция конкретной инструкции на сайте производителя допустим если родные радиаторы собирать как подтягивать с каким усилием я вот не нашел нигде у китайцев насколько нужно сильно затягивать винт многие говорят что это очень важно и принципиально влияет на качество работы майнера я делаю следующим образом то есть я винт закручиваю практически до упора ну аккуратно то есть надо понимать что чипы они достаточно нежные у нас да и мы осуществляем как бы давление прижатия на чип и не нужно тут переусердствовать ни в коем случае можно пошлить но чересчур сильно сжать между собой радиаторы посредине будет плата то чип мы можем раздавить просто поэтому не нужно прикладывать сверх усилий просто вот мы крутим винт и чувствуем что вот он все уже стал уперся вот он на пружинке но немножко пружинит вот когда у нас уже пружинка полностью сжалась и винт у нас уже все в упор встал и после этого я где-то отпускаю винт на может быть на четверть оборота обратно то есть нужно понимать что опять же ну может быть это же прописно истинно сейчас сейчас скажу и если вы об этом знаете то это хорошо конечно но для тех кто может быть не до конца понимает да конструкцию майнера смысл вот этих пружинок на хэшплатах на радиаторах в том что они компенсируют типовое расширение да то есть если бы не было пружинок или если вы даже с пружинками с этими закрутите винты в упор да то не останется никакого значит зазора на типовое расширение и возможно у вас сейчас сейчас это